Начало Начало В 1920-х и 1930-х годах о ней было известно, что она кончила Кембриджский университет и была переводчицей 60-ти или больше томов русской литературы на английский язык. Ее называли графиней Закревской, графиней Бенкендорф, баронессой Бутберг. Считалось, что ее отец был сенатор и член Государственного совета в Петербурге, но что она сама большую часть жизни жила в Лондоне. Урожденная Закревская, она считалась правнучкой или, может быть, проправнучкой, а графиней Федоровны Закревской, жены московского губернатора, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. В.Ф. Ходосевич так до самой смерти и считал, что медная Венера Пушкина была море сродни, а сэр Роберт Брюс Лаккарт в одной из своих поздних книг называл ее русской аристократкой. На самом деле вся эта легенда была придумана ею, вероятно, не сразу, но мало-помалу в ее рассказах о прошлом. Она была дочерью сенатского чиновника Игнатия Платоновича Закревского, не имевшего отношения к графу Закревскому, женатому на графине. Первый муж Муры, Иван Александрович Бенкендорф, родившийся в конце 1880-х годов, к линии графов Бенкендорфов не принадлежал. С царским послом, внучатым племянником Николаевского шефа жандармов, был в отдаленном родстве, как тогда говорили, принадлежал к боковой линии, то есть не имел графского титула, хотя и происходил из прибалтийского дворянства. Кембриджский университет до Первой войны женщин не принимал, но в городе Кембридж были в те годы две женские школы – Гиртон, открытые в 1869 году, и в Ньюинхам, открытые в 1871. Их Мура не кончила, а пробыла в Ньюинхаме одну зиму для усовершенствования в английском языке, который был ей знаком с детства. В 1911 году родители послали ее в Англию под присмотр ее сводного брата Платона Игнатча Закревского, состоявшего в это время в чине надворного советника в русском посольстве в Лондоне. Что касается 60 томов переводов, то этого, конечно, не было и быть не могло, но цифру 36 она уже в 1924 году назвала одному своему «Камбридж» «Камбридж» м